Итак, друзья, всем привет! Сегодня у нас в обзоре будет магнитола на платформе QF. Эту магнитолу мы уже показывали совсем недавно, и также говорили, что ей требуется немножко доработок и обновлений. Благодаря тому, что у нас есть связь с разработчиками, нам удалось добиться некоторого прогресса. И сегодня мы покажем вам обновленный уже обзор на эту магнитолу, и расскажем, что поменялось. Это не ваша culpa. Когда мы создали опытный образец этой магнитолы, там был корявый перевод. Я заметил, что у многих пользователей в России, кто умудрился купить эту платформу в Китае, либо на Алиэкспрессе, либо еще где-то, там Wildberry Sazon, были совместные проблемы. То есть конкретного представителя разработчика в России нет, обратная связь от пользователей не дает нужных результатов. Эмагнитола в итоге находится в сыром виде и не дорабатывает. Я решил с этими поставщиками поработать. Во-первых, мне понравилось то, что сюда установился Яндекс.Навигатор из PlayMarket без проблем. Во-вторых, она соединяется с телефоном без проблем. И в-третьих, тут есть управление жестами. То есть мы можем вот так вот, к примеру, управлять громкостью. Также были еще некоторые недоработки, такие мелкие, типа как после полной перезагрузки у нас не сохранялось управление жестами, приходилось заново настраивать. В общем, примерно недели три мы общались с этими разработчиками. В итоге добились неких хороших промежуточных результатов, которые у нас есть на данный момент. Сегодня мы вам их продемонстрируем и, соответственно, запишем этот обзор с нуля. То есть мы вам уже презентуем не ту сырую магнитолу, которая была с кривым переводом на китайском языке, а уже другую, более-менее доработанную магнитолу, которая при этом имеет стоимость чуть ниже, чем у своих оппонентов. Давайте начнем с внешних отличий. Значит, спереди у нас все понятно. Здесь у нас 9-дюймовый дисплей. Сама по себе магнитола такая тяжеленькая. Тут у нас металлический корпус. Сразу же в глаза у нас бросается кулер. Тут уже стоит антенна 5G Wi-Fi. Дальше, как мы видим, у нас выход под антенну GPS и выход под антенну 4G. Также у нас тут имеется коаксиальный выход и оптический выход. Сейчас давайте ее включим. Дисплей тут также установлен QLED. Очень хорошая, сочная картинка. У дисплея хорошая подсветка, само стекло крепкое, хорошо приклеенное. Сейчас тут у нас находится защитная пленка, но эту защитную пленку можно снять. Тут стоит, как и на всех андроид-магнитолах, закаленное стекло с тачскрином. Приклеена она довольно-таки хорошо, никаких зазорчиков я не увидел. Все сделано качественно. Как видим, у нас тут можно поместить навигатор на рабочем столе и пользоваться некоторыми приложениями. Вот эти вот значки точно так же можно изменять. В самом устройстве уже встроено несколько различных тем. Мы их попозже в настройках посмотрим. Сейчас пока стоит основная тема вот такая. Темы переключаются из дневного режима в ночной. Сейчас светлое время суток. Если бы время покажет темное время суток, то вся тема потемнеет и светить будет не так ярко. То есть, как примерно Яндекс.Навигатор работает, так работает и вся тема. Сейчас, чтобы продемонстрировать, давайте зайдем, поменяем время. Так, время поменялось и сразу же видим, у нас потемнел дисплей. Сейчас вся тема стала темной. И с наступлением вечера, получается, вас не будет так сильно слепить. Сейчас мы вернем настройки в первоначальный вид. Так, так. И все снова побелело. Напомню, что о том, как выбрать магнитол Android для своего автомобиля, мы уже говорили неоднократно. Если у вас возник вопрос, подойдет ли вам конкретно эта магнитола, мы в описании к видео приложим ссылку на ролик, в котором мы рассказывали, как выбрать именно под свой автомобиль Android магнитолу. Один ролик коротенький, другой длинный, очень большой ролик, где мы объясняли подробно, что, откуда и почему растет. Традиционно, давайте пройдемся по комплектации. Значит, здесь у нас в комплекте идет провод под скрутку. То есть, если у вас нет переходника, либо вы не знаете, где его купить, но у вас есть специалист, который разбирается в подключении. Здесь можно подключить питание, можно подключить динамики, но мы рекомендуем использовать именно для своего автомобиля специальный переходник, где со второй стороны уже установлены специальные штекеры, и вы подключаете их разъем в разъем. Дальше у нас имеется два уголка вот таких вот. Это стандартная комплектация. Осталось еще со времен 7-дюймовых магнитол. Просто по привычке вот эти вот пластинки ложат. Но, как правило, на 9-10-дюймовых магнитолах сама магнитола устанавливается в рамку саморезами, либо болтиками. Просто бывает, что некоторые устанавливают магнитолу в панель в размер 2-1, и тогда им нужны вот эти вот удлинители для тех, кто устанавливает без рамки. Также по стандарту у нас идет GPS-антенна. Она вот такая квадратная. Бывает, на них не пишут, что она GPS, но знаете, что если она квадратная, то у нас она GPS. Вот с креплением, с таким вот креплением с гаечкой. Два USB-провода. Один у нас на 6 пинов, и другой на 4 пина. Дальше есть вот такой вот провод. Вот этот вот именно провод, он довольно-таки важен. Во-первых, вот этот тюльпан используется для камеры заднего хода. И помимо того, что сюда подключается камера заднего хода, здесь есть вот эти вот два проводочка. Это у нас антенны для Bluetooth и для Wi-Fi. Поэтому даже если вы не собираетесь пользоваться камерой заднего хода, обязательно воткните вот этот вот проводочек, иначе у вас будет слабо ловить Bluetooth и слабо будет ловить Wi-Fi. Потому что корпус у магнитола металлический, и он плохо пропускает все вот эти вот волны. Используется вот эта вот антенна. Она помогает и Bluetooth, и Wi-Fi ловить дальше. Дальше у нас идет 4G-антенна. Вот такая вот длинная прямоугольная антенна. Это для того, чтобы у вас лучше ловить сигнал SIM-карты. Точно так же у нее крепление с гаечкой. Вот оно вот такое вот подключается к задней части устройства. Ну и здесь у нас стандартный простенький микрофон. Jack 3,5. И он такой с прищепочкой. То есть его можно пристегнуть, например, к ремню безопасности. У нас есть отдельное видео, которое так и называется наглядная работа выносного микрофона. Мы показывали, как он работает, по какому принципу, и как вас по нему будет слышно, и как ему лучше пользоваться. Ну и поподробнее разберем у нас вот этот вот выход, где больше всего пинов. Он называется RCA. Значит, во-первых, тут у нас слот под SIM-карту есть. Сюда мы ее будем устанавливать. Во-вторых, тут вот у нас шнур для кулера. Под некоторыми роликами у меня люди спрашивают, куда подключать кулер. Я раньше не понимал, для чего они этот вопрос задают. А потом понял, что при покупке, допустим, с Алиэкспресса, либо с Файлберриса, либо с Азона, им привозят неполноценный вот такой вот провод без такого штекера. Ну то есть для обычной магнитолы, которая без кулера. И они такие мучаются вопросом, а куда же его все-таки подключить. Так вот, в нормальной комплектации вот этот вот проводочек, он должен быть вот в таком проводе RCA. Вот вход под микрофон у нас. Дальше тут у нас есть зеленый выход под сабвуфер. Сабвуфер у вас должен быть активным, либо нужно подключать усилитель. Дальше смотрим. Пара белых, пара красных проводов. Одним у нас идут аудиовыход, вот эти с сереньким проводом. Это то есть на усилитель у нас идут. И еще у нас есть AUX. То есть это у нас входы правый и левый AUX. Для тех, кто хочет подключить четырехканальный усилитель, вот здесь как видим у нас два аудиовыхода. Бывает, что людям нужно четыре аудиовыхода. Есть специальный штекер, где включаются еще два дополнительных вот таких вот канала, и их получается четыре. И надо подробнее с вами остановиться вот на этих желтых тюльпанах. Здесь мы смотрим, у нас есть видеовыход. С ним все понятно. Здесь не надо обманываться. То есть видеовыход на данной магнитоле работает только через USB. То есть нужно подключать специальный адаптер, который называется USB-CVBS, либо USB-HDMI, и к нему подключать мониторы. В зависимости от того, какие у вас входы на мониторах. То есть можно подключать либо тюльпаны, либо HDMI. Но эти адаптеры продаются отдельно. Здесь вот у нас есть два видеовхода. CVBS1 и CVBS2. Один у нас используется для приложения AUX. Вот мы с вами про него говорили. А другой используется для приложения правая камера. Пользоваться ими можно только по раздельности. Вместе ими пользоваться не получится. Но задействовать два видеовхода можно. Просто нужно между ними переключаться. И позже в настройках мы расскажем как. На этом с комплектацией все. Давайте посмотрим, какие у нас тут изначально установлены приложения. Сразу говорю, что навигатор Яндекс я уже установил. Смотрим, что тут у нас есть. Так, приложение Bluetooth. Заходим в него. Здесь Bluetooth у нас универсальный. Он сразу же используется и для музыки, и для звонков. И здесь тоже отмечу сразу положительную сторону. То, что сопряжение по Bluetooth я проверял. Если на платформе Fit у нас, допустим, часто возникает проблема, что магнитола сразу не коннектится. Тут все произошло без проблем. Телефон сразу же подключился. Потом мы нажимаем вот эту вот кнопку. И у нас подгружаются контакты из телефона на магнитолу. Пока вы эту кнопку не нажмете на загрузку, контакты не подгрузятся. Дальше можем переходить сюда и уже управлять музыкой, которая находится на телефоне. Приложение музыка. Тут вот у нас есть еще одно приложение Bluetooth музыка. То есть, если мы заходим сюда, мы попадаем просто на вот эту вкладку для музыки. Приложение видео. Здесь мы можем посмотреть видеоролики. И очень хорошо, что вот тут у нас сразу появилась вот эта надпись «Не просматривайте видео во время движения». Сейчас мы покажем, как эту надпись убирать. Заходим в настройки. И в заводских настройках убираем вот этот девятый пункт «Запрет видео при движении». Возвращаемся. Включаем наше видео. И оно начинает работать. Вот здесь у нас можно выбрать плейлист. Мы с вами включим вот это. Сейчас я пытаюсь максимально сфокусироваться, чтобы передать качество картинке. Все видно детально четко, все красиво. Цвета передает просто очень отлично. Так, спасибо. Дальше у нас идет приложение DSP. Заходим в него. Я обычно ставлю вот на эту настройку популярный. Здесь вы можете выбрать свою настройку. Имейте в виду, что у нас не все переключатели, вторые находятся вот здесь. То есть нужно переключаться между ними. Хотите, можете настраивать вот так. Хотите, можете передвигать ползунки по частотам. Я лично делаю обычно так, популярный. И оно у меня настраивается само. На этой вкладке у нас объемный звук. То есть здесь мы можем выбрать, какой из динамиков будет сильнее играть. По умолчанию, когда вы сюда заходите, он обычно выключен. Нажимаете вот на эту кнопку и все. И настраивайте здесь, как вам нужно. Улучшение низких частот. По умолчанию все выключено. То есть для того, чтобы они заработали, нужно начать двигать вот эти вот ползунки. Дальше, настройка звукового поля. Здесь у нас можно переключать баланс. И магнитола будет настраивать уровень громкости автоматически. Мы делаем по умолчанию. Дальше, изображение. Это у нас галерея с картинками. Вот здесь вот оригинальные приложения. Здесь у нас информация о версии системы. Тут, если подключить и конбас, будет информация о конбасе. Здесь руководство пользователя на английском языке. Поэтому мы и записываем видео на русском. Чтобы вы смогли понять. Вот это вот у нас приложение для того, чтобы смотреть видеовход AUX. Сейчас у нас на данный момент нет сигнала. Тут вообще возможно подключить два источника видео. Первый называется AUX. И второй называется правая камера, передняя камера. И фишка в том, что они работают по переменке. Но это мы позже покажем о настройках. То есть если у вас, допустим, установлены две камеры. Одна в салон, а другая, допустим, для обгона где-то сбоку поставлена. То здесь можно заходить в это приложение AUX и смотреть изображение. Также сюда можно подключить какой-нибудь видеоплеер сторонний. И с него будет приходить сигнал на магнитолу. Дальше вот здесь у нас приложение проводник. Для того, чтобы просматривать файлы, которые есть на устройстве и которые есть на флешке. Настройки автомобиля, в них мы позже зайдем. Обучение кнопок руля. То есть если у вас на руле есть кнопки, заходите сюда. Делаете сначала крестик, все сбрасываете. Потом обучаете кнопки. Потом нажимаете галочку сохранить. Калькулятор здесь все понятно. Браузер Chrome все понятно. Управление вентилятором. Очень хорошее приложение. Которое позволяет либо включать его в автоматическом режиме, либо в ручном режиме. То есть мы здесь управляем кулером. И здесь у нас видна температура процессора, которая сейчас на данный момент. И здесь если мы нажимаем на вопросик, то написано при температуре процессора 50 градусов включится вентилятор. Дальше поехали. Приложение Google. Приложение Google карты. Play Market. Вот здесь именно в теме с таким окном у нас есть вот такое вот приложение темы. Оно не меняет саму тему. Оно может поменять только цветовое оформление вот этого виджета. Чтобы поменять темы, нужны другие настройки. Едем дальше. Дальше здесь у нас два сервиса TopPay. Это голосовое управление. Нужно оплачивать лицензии, чтобы здесь работало голосовое управление. Ну, YouTube, понятно. The Link. Это приложение для Android Auto. То есть тут у нас есть Android Auto и CarPlay. Демонстрацию вот именно вот этой магнитолы, как у нее работает Android Auto. Мы показывали в общем ролике. Ролик так и называет Android Auto и как им пользоваться. То есть можете зайти и посмотреть. Там именно вот эта магнитола, которая сейчас в обзоре уже была. То есть она еще была с кривеньким переводом. Но мы на ней уже пробовали вот это приложение The Link. Здесь у нас приложение Погода китайское. Раньше его не было. Вот в обновлении прошивки. Она уже появилась, но пока еще не настроена к работе. То есть на него внимания не обращайте. Его тут на данный момент быть не должно. Но скоро в новых обновлениях она уже будет работать. Дальше навигатор. Яндекс. Навигатор, то есть который мы установили. В целом магнитола, как я уже говорил, довольно-таки быстрая. То есть в ней стоит хороший 512 процессор. Geekbench мы его проверяли тоже в прошлом обзоре. Там показалось, что это около 1100 баллов. То есть результат был довольно-таки внушительный. Сейчас тут у нас работает Алиса. Слышишь меня? Слышу вас. А как у вас дела? Расскажи погоду. Сейчас в верхней пышме плюс 4. Облачно с прияснениями. Как видим, работает все адекватно. На голос отзывается. То есть работа вполне удовлетворительная. Управление жестами точно так же работает. Ничего не подводит. Теперь давайте перейдем у нас к настройкам. Начнем мы с самого верху. И сразу хочу заметить, что конкретно переводом вот этих вот настроек занимались мы совместно с китайцами. Это показывал еще в прошлом обзоре. Это к вопросу для тех людей, кто пытается найти какие-то ухищрения про наше видео. Говорить, что мы кого-то обманываем. Берем прошивки с FOPDA. Я уже сколько раз это слышал. Ни одной прошивки мы на FOPDA не берем. И не выкладываем. Туда выкладывают прошивки люди, которые, как правило, являются клиентами. То есть они где-то купили, им продавец выслал, они на FOPDA этим поделились. И владельцы вот этой вот платформы PUF, у них точно так же есть ветка на FOPDA. Они на данный момент, на сегодняшний момент, не имеют магнитолы вот с таким вот переводом. То есть прошивка буквально вот у нас здесь протестировалась. Мы китайцам подтвердили ее работоспособность. Все, то есть через какое-то время она появится только у разработчика. То есть мы вообще с формой FOPDA не работаем. Мы работаем непосредственно с поставщиками, с разработчиками, с производителями. Чтобы кто-то про нас не говорил, что мы где-то у кого-то что-то похищаем, где-то что-то берем. Нет, такого ни разу нет. Мы обращаемся к разработчикам. Разработчики прошивки переделывают. После того, как мы более-менее привели главное меню в порядок, у нас тут стало все более-менее понятно. То есть на вкладке навигация, вот у нас несколько настроек. Это навигация по умолчанию. Мы здесь выбираем, какой навигатор у нас будет по умолчанию. Запуск навигации при старте обязательно ставьте. Настройки смешивания тоже обязательно включайте. Если вы уберете настройку смешивания, то у магнитолы будет такой приоритет, что она сможет подавлять звуки навигации. Поэтому ставьте настройки смешивания. И вот здесь вот делайте громкость на 100. Если вы здесь, допустим, сделаете громкость на 39, то все звуки на магнитоле будут 100%, а звук навигатора будет 39. Вот здесь вы это регулируете. Для того, чтобы у вас звук навигатора не плавал, не скакал и его было слышно, делайте настройки смешивания, включайте и соотношение смешивания. Вот эта вкладка у нас голосовое управление. Здесь мы можем активировать голосового помощника. Но при этом не забывайте, что вам нужно покупать лицензию для того, чтобы он работал. Убираем его. Вкладка звук. Вот эта вот кнопка озвучивать нажатие. Если мы ее делаем, то все нажатия, которые мы делаем на магнитоле, куда бы мы ни нажали, у нас будут озвучиваться. Убираем ее. Здесь у нас видим громкость по умолчанию, громкость звонка, громкость AUX, громкость навигации, громкость звука. Выбор рингтона. Это у нас при Bluetooth звонках. Это будет делать влияние скорости на громкость. Обычно все всегда делают выкол. Если мы начинаем делать влияние скорости на громкость, то потом люди задаются вопросом, почему это я еду, и у меня звук начинает громче, то тише. Всегда выключайте. Дальше тут у нас распиновка. Это вроде бы кажется обычная картинка, но если мы на нее нажмем, у нас появляется распиновка всех контактов. На любое место мы нажимаем, у нас показывает, что сюда можно подключать. Вкладка общие. Здесь у нас можно устанавливать приложение по умолчанию. Здесь приложение DVR. Это DVR, это у нас видеорегистратор по умолчанию OBD, если у вас есть. Дальше запрет видео при движении, мы его уже с вами рассматривали, реагировать на фары. Это у нас настройка, мы ее если выключаем, вот у нас включается подсветка. Подсветка у нас работает либо всегда, либо если мы включим вот эту вот кнопку, она будет работать, когда вы включите фары. Кнопка ассистент. То есть если мы ее активируем, у нас появляется вот такая вот кнопочка, которую мы можем использовать для того, чтобы допустим увеличить звук. На самом деле редко кто и пользуется. Мы ее выключаем. Оптоволоконный колоксиальный кабель. Это если вы хотите использовать те аудиовыходы, которые сзади, оптоволоконный либо колоксиальный, вам нужен будет вот этот переключатель. Показывает заряд батареи. Вот он у нас вот здесь находится, то есть тут показывает питание. Включаем его и выключаем. Выбор зоны радио. Переключаем на Европу, либо Восточная Европа, либо Западная Европа. В зависимости от того, где вы находитесь. Переключатель радио RDS тут все понятно. Цветные кнопки. При активации цветных кнопок мы можем выбрать тот цвет, который нам нужен. И по идее они должны работать. Но в прошлом видео я также проговаривал. Сейчас на данный момент здесь установлена белая плата. Мы поговорили с производителями и они теперь будут ставить на свое устройство цветную плату, для того, чтобы можно было выбрать цвет кнопок. Управление жестами. Вот сейчас оно у нас включено. И вот мы видим двухпальцевое продольное скольжение. Это у нас контроль громкости. Что они сделали? Во-первых, они добавили анимацию. Когда мы, допустим, нажимаем вот это, он показывает, как будет выглядеть сам жест. И мы можем здесь выбрать контроль громкости. Если вот у этих вот жестов мало выбора, тут можно выбрать только контроль громкости, то следующие жесты, которые ниже, допустим, двойное левое скольжение, тут можно уже делать и домой. Возвращение, предыдущая песня, следующая песня, бесшумное управление. Мьюты, ответь на звонок и так далее. Тут уже посмотрите, сколько всего можно сделать. То есть верхние у нас идут. Это для контроля громкости. Вы можете выбрать, как вам удобно. Это правило двумя пальцами делается. И здесь у нас, допустим, переместить левый край экрана. Вот так вот смахиваем. Переместить нижнюю часть экрана. И выбираем функцию, которая нам здесь пригодится. В общих настройках больше ничего нет. Настройки дисплея. Загрузочный логотип. Загрузочный логотип, вы здесь сможете выбрать только по умолчанию. Мы его меняем через прошивку. Размер шрифта. Редко тоже, где в магнитолах это встречается. Но тут у нас есть размер шрифта и мы можем его регулировать. Тоже очень хорошо. Ночной режим зависит от фар. Помните, я показывал ночной режим, когда светлая тема переключалась на темную. Здесь можно настроить так, что когда вы включаете фары, то есть у вас будет включаться ночной режим. Здесь мы выключим и вернем. Вот ночной режим зависит от времени. Здесь мы можем написать, когда у нас начинается дневное время и когда начинается ночное время. Уровень яркости днем и уровень яркости ночью. Все эти настройки регулируются вот здесь. Также настройки яркости мы можем регулировать вот здесь. и настройки громкости точно так же можно регулировать вот здесь обратите внимание что тут есть у нас такая функция как скриншот темную тему можно также включить принудительно через верхнюю шторку и тут у нас кнопка очистить память то есть чтобы выгрузить все приложения для того чтобы память очистить и вот здесь вот у нас есть шестереночка переходим в настройки значит на дисплее все задний ход камеры заднего хода вкл выкл первая кнопка если вы уберете вот этот ползунок то как бы вы не пытались включить камеру заднего хода на вас не включится то есть даже если приходит перепитание на провод бэк она срабатывать не будет звук при движении задним ходом эта настройка включает и выключает приглушение звука при движении задним ходом парковочные линии тоже можно включить можно выключить вот здесь вот у нас выбор видео входа aux и правая камера вот этот вот переключатель он как раз таки переключает вот у нас было приложение aux сейчас мы поставили ползунок если мы зайдем вот сюда смотрим у нас тут появилась передняя камера то есть для того чтобы переключаться между камерой вам нужно обязательно пользоваться вот этим ползунком здесь у нас есть некоторые такие настройки которые помогают работать с камерой заднего хода вот убрать окно заднего хода через если допустим вы выключили задний ход переключили рычаг то через какое время будет выключаться вот это вот окно камеры заднего хода тут можно сделать 5 10 и 15 секунд по умолчанию он выключен повернуть изображение заднего хода то здесь мы можем зеркалить камеру заднего хода кверху ногами влево вправо и вообще полностью перевернуть изображение повернуть изображение aux то есть повернуть изображение камеры AUX, повернуть изображение правой камеры, то есть все три камеры, которые вы сюда можете подключить, это задняя камера, передняя камера и камера AUX, все изображения можно менять здесь, это очень удобно, потому что в других магниталах таких настроек просто нет, а здесь они находятся в настройках заднего хода. Здесь у нас формат камеры заднего хода, вы можете его выбрать, то есть либо это будет CVBS, PAL, HD, несколько вариантов тут есть. Также напоминаю, что камера заднего хода можно настроить автоматически, при первом подключении вы можете выбрать функцию, настроить камеру заднего хода и он по очереди будет переключать сигналы, пока не появится изображение, надо будет его сохранить. Системные настройки, ну здесь у нас обновление системы, это если вы обновляетесь через флешку, обновление МЦУ, тоже при обновлении через флешку сеть, попадаем в настройки Wi-Fi, выбор языка, запоминайте, да, где находится выбор языка в системных настройках и вот здесь вот выбор языка, здесь вы можете добавить язык, либо менять приоритеты языковые. Дата и время и вот здесь вот настройка более, если мы нажимаем более, то мы попадаем в Android настройки, здесь мы можем управлять приложениями, хранилищем, обоями и контактами и своими контактами Google. Так, ну и дальше у нас остались две вкладки, вот тут заводские настройки, мы к ним зайдем чуть позже и вот эта вот вкладка информация, здесь у нас можно посмотреть информацию о системе, а сейчас мы перейдем в заводские настройки. Основные настройки, которые вам нужны, это 8-8-8-8, то есть тут у нас есть 47 пунктов настроек, некоторые из них дублируются, некоторые можно встретить только здесь. Конкретно над этим интерфейсом мы будем еще работать, он у нас еще в процессе, будет его перевод. Здесь у нас модель автомобиля, это выбор протокола коншины, здесь вы выбираете своего производителя протокола, потом выбираете модель. Обучение кнопок на руле было, сенсорная кнопка обучения, это обучение сенсорных кнопок. Ключевое исследование панели, это когда у вас есть еще физические кнопки, набор логотипов, точно также мы его здесь не используем, мы меняем логотип через прошивку. Вот, выбор пусковой остановки, тут у нас была долгая дискуссия, что наверное вот этот пункт переводить не надо, пусть он такой остается, просто специально такой перевод не придумаешь, это у нас не пусковая установка с 300 там или бук какой-нибудь, это у нас выбор вот этих вот виджетов, то есть выбор тем. Они их пронумеровали, раньше если вы посмотрите старый обзор вот этих вот номеров не было, тут у нас есть номера и видно в каких темах есть у нас виджеты вот такие вот, в каких темах виджета нет. Есть тема вот с огромным с таким виджетом, мы сейчас выберем вот эту вот тему, и когда мы нажимаем выбор пусковой остановки, у нас происходит перезагрузка. Итак, тема поменялась, значит здесь у каждой темы есть какая-то своя фишка, вот у той темы допустим было приложение тема с рубашками, где можно менять фон, у этой темы можно менять расположение блоков, то есть нажимаем вот сюда и меняем блоки, так как нам удобно, под правую руку, под левую руку, хоть как, вот видите они там меняются, как хотим так и меняем, вот ставим вот так допустим. Возвращаемся к нашим настройкам, заводские настройки 4 восьмерки, вот здесь мы на выборе пусковой остановки остановились, скорее всего, что после перевода мы менять вот эти вот данные не будем, пусть она так и останется пусковой установкой. Дальше, набор дисплеев, по идее вот это название должно было быть здесь, но набор дисплеев на самом деле это параметры экрана, здесь вы сможете поменять, настроить больше-меньше, ну и видим тут уже пошли дублироваться настройки, запрет видео при движении, навигационный многооконный дисплей, это картинка в картинке, объем мощности, это у нас идет усиление звука, по умолчанию оно установлено на максимум, мы можем убавлять, если вдруг вам кажется, что громко, по сути магнитола действительно громкая, то есть, если мы включаем музыку, то на полной громкости она перегружает колонки, обычно, когда ставят такой усилитель, который тут у нас стоит, делают примерно вот так, минус 6, чтобы в обычной машине колонки не перегрузить, то есть, если у человека двуххомные колонки, он сюда зайдет и добавит, а если у вас обычные четыреххомные колонки, то вам на всю мощность этот усилитель использовать не обязательно. ну и тут у нас повернуть изображение заднего хода, AUX это все у нас дублируется, режим AUX вот здесь вот у нас появился, можно настраивать, и формат камеры заднего хода, функция 360 заднего хода, если у вас будет впаян чип, чипы у нас спаивают только в Китае, конкретно в эту модель магнитол, то есть, нужно спросить заранее, чтобы вам в Китае впаяли чип. По умолчанию все магнитолы в Россию везут без этого чипа, и вот здесь вот разрешение камер 360, дальше тут у нас вот протокол USB, ставим его 2.0, сенсорная калибровка, если у вас калибровка сбилась, с помощью мышки сюда заходите, калибруете дисплей, если что-то вдруг не так, сенсорный тест, сенсорный тест, когда включаете, у нас отображается вот эта вот точка, видите, показывает нажатие, вот эта настройка, она у нас сюда пришла из телефонов, на телефонах иногда бывает такое явление, как фантомное нажатие, то есть, где-то что-то нажимается, и когда вы включите сенсорный тест, вы увидите, в каком месте это фантомное нажатие происходит. Разрешить установку из неизвестных источников, это для того, чтобы вы могли приложение с флешки устанавливать. И очень важная настройка, белый список сна. Белый список сна, здесь вы можете указать приложение, которое будет работать даже в режиме сна. Не рекомендую этого делать, потому что у вас высосет аккумулятор. Импортировать загрузочную анимацию мы этим тоже не пользуемся, мы пользуемся прошивкой. Экспорт настроек, импорт настроек, это для разработчиков. Выбор зоны радио мы уже делали, переключатели HDS делали. Цветные кнопки делали, поддержка разделения экрана, можно быть включена, может быть выключена, вот она находится здесь, 40 его пункт. Ну и последние настройки это у нас Bluetooth, интернет, они у вас должны быть по умолчанию все включены. Вот в общем с настройками все. Сразу же говорю, обновления, как вы видите, явно будут не последние, тут еще есть над чем работать. Будут еще обновления, хорошо, что разработчики решили все-таки свое детище улучшить и начали сотрудничать наконец-то, начали наконец-то доводить продукт до ума. В целом, что хочу сказать, по качеству видео и по звуку они тут действительно на хорошем таком уровне и вообще комплектация тут довольно таки неплохая. Посмотрим, мы тут у нас установили усилитель по-моему на минус 6, сейчас зайдем поглядим, поглядим. Да, минус 6, то есть у нас как раз настройка, ну для обычных автомобилей. И громкость, ну точно. Динамики здесь у нас установлены малютинами. И питание тут стоит не самое мощное, то есть в машине при хорошем питании, при хороших динамиках эта магнитола будет работать еще лучше. Просто когда ты магнитолы эти проверяешь каждый день, ты сразу же слышишь разницу в звуке. Звук здесь очень хороший и удовлетворит большинство потребителей. Ряд покажем, что как у нас работают настройки ESP. В общем, конечно, за такую цену магнитола довольно таки радует, потому что в ней есть фишек побольше, чем в тех премиум магнитолах, которые продаются сейчас. То есть и управление жестами тут есть, и камеры вот эти вот передние, и задние можно зеркалить как хочешь. И это все сделано удобно, все в общих настройках, не надо их нигде долго колупаться, искать. То есть в целом видно, что люди стараются, магнитола будет еще дорабатываться. Сейчас, конечно, после того, как они перевод доработали, цена у этой магнитолы будет расти. Так что смотрите сами, смотрите сами и думайте, подойдет такое устройство вам или нет. Лично я вижу преимущество даже перед платформой FIT, которая у нас уже много лет работает, но до сих пор бывает, что ты хочешь позвонить по Bluetooth, а у тебя нет звука. Здесь есть такие моменты, которые доработаны даже лучше, чем в популярных платформах. И за ту цену, которая продается, я этой магнитоле ставлю твердую пятерку. Насчет цены просто я вас предупреждаю, что вполне возможно, что после вот всех этих улучшений, после того, как увеличится количество положительных отзывов, улучшится обратная связь, конечно же, цена у такой магнитолы возрастет. Также я знаю, что есть ребята, которые у нас уже купили эту платформу QF, обращайтесь в чат, мы вам вышли новую прошивку, она уже у нас залита в облако. В WhatsApp мы анонс уже сделали. В целом по обратной связи от пользователей никаких критичных косяков не было замечено, то есть ни я не заметил, ни другие пользователи ничего критичного не заметили, то есть вот как показали, как она работает, так она и работает. Ну и давайте сразу поговорим о том, как обновляться и как у нас делается прошивка, в том числе логотип. Прошивка у нас делается на флешку, флешка вставляется в устройство. Далее магнитола эту флешку сканирует, и если она видит, что есть обновления, которые у нее еще не установлены, она запускает процесс обновлений. Сейчас она просканировала флешку, увидела, что все обновления уже у нее установлены. Это, кстати, тоже один очень мощный плюс Потому что если мы, допустим, вставляем обновление в платформу Fit Она не разбираясь, берет сразу же и прошивает, и все То есть, если вы, допустим, забыли удалить какой-нибудь файлик с флешки И вставили ее в магнитолу вместе с музыкой Платформа Fit тут же начнет прошиваться, как только увидит, что есть файлы прошивки А эта магнитола сначала сканирует флешку и потом решает, прошиваться или нет Допустим, сейчас, если я заменю на папке какой-либо пакет Либо заменю, допустим, логотип или бут-анимацию Магнитола это поймет, прочитает, и тут же это все сделает Тут же это все дело заменит И прошивать будет именно то, что раньше не прошивало Если на флешке есть файлы, которые она раньше прошивала И файлы, которые она раньше не прошивала То те файлы, которые были уже ранее прошиты, она просто проигнорирует И от этого процесс прошивки будет быстрым Мне это очень нравится, потому что я, допустим, могу не удалять какие-то файлы из прошивки просто взял, допустим, закинул логотип с бут-анимацией, и всё, она у меня прошила только логотип с бут-анимацией. Это очень удобно. А сейчас вот я воткнул флешку, даже при наличии прошивки она не реагирует на неё. Значит, мы сейчас заходим в приложение Проводник. Вот у нас, видите, флешка отображается. На флешке находится папка вот такая QF. Вот именно в этой папке находится прошивка. Прошивка у нас весит около 2 гигов. В самой папке QF должна быть вот такая папка с названием авто. Вот здесь, как мы видим, у нас находится логотип, бут-анимация, и вот эта вот сама прошивка. Вот у неё размер 2.14 гигбайт. То есть, если вы просто хотите себе обновить логотип и бут-анимацию, создавайте папку QF, в ней создавайте папку авто. Вот именно в таком порядке, чтобы она была. Сюда помещаете логотип, он должен называться лого, формат у него должен быть BMP, то есть заранее его конвертируете, и он обязательно должен быть повернут на 90 градусов. То есть, если у нас, допустим, логотип должен выглядеть вот так, мы его должны повернуть вот так. Это поворот на 90 градусов по часовой стрелке. И бут-анимацию, с ней переворачивать ничего не надо, просто берёте 1280 на 720, анимацию сюда закидываете, и прошиваете. То есть, для того, чтобы прошить анимацию логотип, вам даже ничего скачивать не надо, вы просто создаёте папку QF, в ней создаёте папку авто, и помещаете сюда вот то, как я вам сказал. Чтобы только обязательно учтите, что если у вас будет какое-то другое название, либо другой формат файла, то он может не прошиться. Вот, в принципе, всё. Я вам рассказал то, что хотел рассказать об этой магнитоле. После того, как её обновили, она, конечно, приносит больше удовольствия. Есть ещё недоработки, небольшие, уже не критичные, вполне такие житейские. Магнитолой мы уже можем пользоваться, и вполне-таки успешно. Алиса, передай привет подписчикам. Привет подписчикам, передаю. Как у вас дела? В общем, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь, всем хорошего настроения и пока!